В этом сезоне в республике рекордный урожай овощей, а вот с уборкой зерновых приходится догонять ранее намеченные графики и работать в ускоренном режиме. Ход полевых работ и предварительные итоги летнего отдыха детей обсудили на заседании в Доме правительства. С одного гектара земли 230 центнеров картофеля. Это на 15 центнеров больше, чем в прошлом году. Урожайность рекордная, отмечают в Минсельхозе Чувашии. Что касается овощей в целом, то здесь цифры еще больше. С одного гектара собрали на 133 центнера больше, чем в 2018-м. А вот сбору зерна помешали дожди. Сдерживающим фактором уборочных работ являлись погодные условия. С прекращением осадков среднесуточный темп уборки превысил 10 тысяч гектаров. И по состоянию на текущую дату отставание от темпов прошлого года составляет практически 4-5 дней. В период выпадения осадков отставание доходило до 10 дней. Максимальный темп уборки отмечен 24 августа. Около 15,6 тысяч гектаров. Самые высокие темпы работ в Яльчикском районе. Там убрано почти 75% всей площади зернобобовых культур. Конец августа – это и время подводить предварительные итоги летней оздоровительной кампании. В детских лагерях завершаются последние смены. Бюджет оздоровительной кампании в этом году составляет более 474 миллионов рублей. В этом году проведено 16 специализированных профильных смен с участием более тысячи школьников. В прошлом году было 13 профильных смен с участием более 800 школьников. Специализированные смены были организованы на базе загородных лагерей. В «Звездном» собирали лидеров юной армии и российского движения школьников. В созвездии прошла языковая смена. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» принимал юных инспекторов дорожного движения и победителей Олимпиад по чувашскому языку и литературе. Единственный в республике палаточный лагерь «Патриот» работал на базе Чебоксарского аэроклуба. Так что каникулы стали для ребят не только отдыхом, но и хорошей возможностью пополнить свои знания в любимых предметах. Ирина Волкова, Павел Иритков. Республика.